Всем привет, дорогие друзья! Срочная новость! Активировались очередные мошенники и такая схема у них. Смотрите, они вам звонят. Номер вообще левый, даже не относится к оператору МТС. И оператор МТС никогда за последнее время, сколько я пользуюсь своим номером, не звонил мне. Вот, есть приложение, все приходит именно в приложение. Неважно, какая у вас связь. Он представил сотрудникам МТС и сказал, что нужна пролонгация моего номера, так как мой бывший мегафоновский номер, который сейчас находится в МТС, заканчивается срок своего действия. Вот, его нужно продлить. Он хотел, чтобы я сказал слово «да». Этого будет вполне достаточно, чтобы оформить на вас кредит. Это сейчас делается все легко и просто. Поэтому, зная ваши фамилии, имя, отчество, номер телефона, этого будет вполне достаточно. Так что, друзья, не соглашайтесь ни на какие уловки, не говорите слово «да». Когда поступает незнакомый звонок, говорите либо «Алло», либо «Я вас слушаю». И, чтобы вам там не говорил в другом конце провода этот человек, девушка, либо мужчина, ни на что не соглашайтесь. Все операции проводите именно через своего оператора, либо вы звоните через приложение, либо приходите с паспортом к своему оператору. Также все вопросы, касающиеся ваших кредитных карточек, решаете непосредственно в банке с паспортом. Так, друзья, сейчас пробивал номер, который мне звонил. Оппонент, оказывается, не Александр, а закрепленный за каким-то Валентином, если вы его пробиваете через Вайбер. Да, все просто. Лайфхак вам такой. Берете номер незнакомый, даже если он будет у вас пропущенный, вбиваете его, добавить контакты в Вайбере. И вам высвечивается, если там человек зарегистрирован, высвечивается имя, возможно, фамилия будет, да, если это добропорядочный человек, гражданин Российской Федерации, то будет также ниже уже его номер телефона. Пользуйтесь.